Добрый день еще раз. В первую очередь остановлюсь на нескольких общих вопросах и подчеркнуть, что заболеваемость с нейроэндокринными опухолями растет крайне быстро, намного быстрее, чем все остальные злокачественные новообразования. Это было подчеркнуто на последней секции Европейского общества ПАНЕО. А именно было подчеркнуто, что во всех странах заболеваемость увеличивается. Возможно, это связано с улучшением диагностики. И были подчеркнуты такие особенности, что в Европе это больше всего касается неоподжелудочной железы, тонкой кишки и аппендикса. В Китае, как ни странно, трахеи бронхов и легких. А в США улучшение диагностики привело к увеличению Грейт-1 нейроэндокринных опухолей и выделению новой группы Грейт-3 нейроэндокринных опухолей. Но несмотря на улучшение диагностики, все-таки 91% больных обращаются к врачам в течение года примерно 9 раз до того, как им будет поставлен этот диагноз правильный. Распределение касается, как уже говорил Григорий Александрович, в основном нео, желудочно-кишечного тракта и панкреас. И около 30% это нео-легких. По классификации я не буду останавливаться, но еще раз подчеркиваю важность выделения Грейт-3 при ГЭП-нео. И остается прошлая классификация 2015 года для нео-легких. Это типичные атипичные карциноиды, крупноклеточный нейроэндокринный рак и мелкоклеточный рак легкого. Нео характеризуется карциноидным синдромом, сочетанием различных симптомов, которые вызываются выделением гормонов, пептидов, биологически активных аминов и вызывают симптомы со стороны кожи, желудочно-кишечного тракта, легких. Вызывают фиброз клапанного аппарата сердца, если не лечить этот синдром. Забрюшинный тазовый фиброз. Чаще всего это диарея и приливы, и поражение клапанов сердца возникает, если не лечить этот синдром. Но вот как вы видите ниже, что при всех практически нео-грейт-1 и грейт-2 наблюдается экспрессия рецепторов соматостатина, которая характеризуется тем, что аналоги соматостатина будут эффективны для лечения карциноидного синдрома и этих нейроэндокринных опухолей. Что касается рандинуклидной диагностики, я не буду на этом особенно останавливаться, мы уже про все слышали. Единственное, что сейчас появился, еще технеций, тектротит, новые возможности. Сейчас есть это в эндокринологическом центре и в МИДС онкологии имени Блохина. Ну и, конечно же, специфическая визуализация с помощью аналогов норадреналина остается, так сказать, в нашем резерве для пеохромоцитом, парагонглиом, и мы можем это всегда использовать. Вот здесь я привожу рисуночки с как раз тектротидом из нашего центра. Вы видите справа довольно хорошо визуализируются метастазы в печени, и это исследование помогло установить первичный очаг у больного с невыявленным первичным очагом. Он оказался в воздушной кишке, что, как правило, чаще всего и бывает при опухолях с невыявленным первичным очагом. Чаще всего это либо неоподжелудочные железы, либо неотонкой кишки. Терапевтические возможности – это первое в лекарственной терапии аналоги с аматостатина, ну и дальше таргетные препараты интерферон-химиотерапия. Очень важное значение при нейроэндокринных опухолях имеют циторедуктивные вмешательства, и от них никогда не стоит отказываться, поскольку особенно у больных с выраженным карсиноидным синдромом циторедуктивная операция зачастую приводит к полной клинической эффективности, полностью пропадают симптомы карсиноидного синдрома, больной чувствует себя намного лучше, и дальше лечение становится намного более упрощенным. Очень много используем мы трансартериальную химиоэмболизацию, за рубежом исследуются в протоколах различные ее варианты без химиотерапевтического агента, с ним в виде различных частиц, ну и, конечно же, приобретает все большее значение радионуклидной терапии. Дальше я об этом скажу. К сожалению, пока у нас в стране мы не имеем такой возможности, я надеюсь, что в ближайшее время она все-таки у нас появится. Наши основные базовые препараты это все-таки препараты таргетного механизма действия, а именно аналоги саматостатиноблокирующие рецепторы, экспрессируемые НЕО, и это ингибиторы МТОР в виде эверолимуса и мультитаргетный ингибитор Сунитениб, в то же время он ингибитор ангиогенеза. Таким образом, еще раз подчеркиваю, что аналоги саматостатина это основные базовые препараты для лечения НЕО, и они имеют не только значение для контроля симптомов, но также и для контроля опухоли. В последнее десятилетие было доказано антипролиферативная активность аналогов саматостатина. Что у нас имеется в наших рекомендациях? Они зарегистрированы именно таким образом, это подчеркнуто, как препараты для контроля симптомов и как самостоятельные антипролиферативные препараты. Новое то, что мы указали в последних рекомендациях, то, что они применяются как препараты для совместного применения в схемах комбинированной таргетной и химиотерапии и как препараты для эффективной поддерживающей терапии, и это крайне важно. Обращаю на это внимание, поскольку все, кто лечит НЕО, хорошо знают, что годами контролируется болезнь с помощью применения, длительного применения аналогов саматостатина. И поэтому мы четко прописали в рекомендациях режимы применения. Актреотид применяется сначала в виде короткого действия актреотида, вводимого подкожно, по 100 микрограмм 3 раза в сутки в течение двух недель. Первоначально, затем при удовлетворительной переносимости вводится уже пролонгированный актреотид длительного действия по 20-30 мг каждые 4 недели. 30 мг – это доза, которая показана по тем исследованиям, которые подтвердили антипролиферативный эффект этих препаратов. Для ландреотида вводимого подкожно рекомендуемая доза составляет 120 мг каждые 4 недели. Клинические рекомендации также включают применение интерферона Альфа-2Б при недостаточном контроле симптомов карциноидного синдрома наряду с аналогами соматостатина, добавление к ним. И в качестве первой линии он может быть использован при отсутствии рецепторов соматостатина в опухоли. Алгоритм применения аналогов соматостатина включая следующее, обращая внимание всех, и это тоже крайне важно, при резистентности к терапии мы не отменяем ни в коем случае аналог соматостатина. Мы совсем наоборот увеличиваем дозу путем эскалации непосредственно дозы этого препарата или сокращением интервалов между введениями. При последующей неэффективности данного аналога мы можем перейти на другой аналог, то есть сменить актериотит длительного действия на ланреатит или наоборот. Это возможно. Клинические рекомендации подчеркивают вот это значение эскалации дозы, и в случае первого прогрессирования актериотит назначается в дозе 40 мг один раз в 28 дней, ланреатит назначается в дозе 180 мг 1 раз в 28 дней. Ну и в плане эскалации дозового уровня возможно сокращение интервала между введениями. И в этой связи я хотела вам продемонстрировать клиническое наблюдение из клинической практики. Пациентка 37 лет с Грейд-2 метастатической нео в связи с прогрессированием на фоне химиотерапии и актериотида по месту жительства был прекращен актериотид. Было проведено 3 линии химиотерапии без эффекта, там использовалась комбинация с цистлотином, комбинация с доксорубицином, и к нам она поступила в тяжелейшем состоянии, просто с выраженнейшим карциноидным синдромом, диареей, с приливами, изменением кожи. И мы сразу повысили актериотит до 40 мг, и дальше подсоединили аронозу, и после трёх курсов лечения она уже приобрела совершенно другой вид, и у неё ликвидировались все симптомы карциноидного синдрома. В плане уменьшения интервалов между курсами проводится исследование международной кларинет-форте, в котором изучается эффективность и безопасность ланреотида по 120 мг один раз в 14 дней. Уже завершён набор пациентов, первичной и конечной точкой является выживаемость без прогрессирования, но будет оценено и качество жизни, и общая выживаемость, и в скором времени мы будем знать эти результаты. Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что аналоги с аматостатином, можно сказать, это идеальное лекарство, которое производит контроль опухоли, симптоматический эффект, и объективный эффект практически без побочных проявлений. По третьей фазе исследования только 1% больных потребовал отмены из-за токсичности. Побочные эффекты, при этом диарея, абдоминальный дискомфорт, тошнота, как правило, разрешаются в течение 2-3 недель лечения. Нужно только подождать. И зачастую они все проходят бесследно. Ну вот неприятным является образование желчных камней у 10-15% больных, поэтому просто за этим нужно тщательно наблюдать и иметь в виду. Ко второму поколению аналогов с аматостатина относится пасиреотид, имеющий повышенное сродство к рецепторам с аматостатина 1-го, 2-го, 3-го и 5-го типов. И он у нас разрешен тоже, как в Европе и в Америке, для лечения болезни Ценка-Кушинга. Нужно иметь это в виду, потому что в некоторых ситуациях по решению врачебной комиссии при неэффективности ланреотида и актреотида мы все-таки пытаемся назначить пасиреотид. Появился новый препарат, купирующий карциноидный синдром, Телатристат. В скором времени он у нас появится. Механизм действия – это задержка перехода трептофана в 5-гидрокситрептофан и задержка выработки серотонина, который вызывает именно карциноидный синдром. И по результатам третьей фазы исследования регистрационного в двухдозовых режимах он был высокоэффективен для уменьшения эпизодов диареи в течение 12-недельного периода применения вместе с аналогами соматостатина, которые перестали действовать. В России планируется скорая регистрация этого препарата. А сейчас я вам покажу. Международное исследование Телиз в реальной клинической практике, продемонстрировавшее, что в течение 12-недельного периода месяцев применения он показал высокую эффективность для контроля симптомов карциноидного синдрома не только в плане уменьшения диареи, но также прилива, боли в животе, рвота и даже асцита. Вы видите, у большинства больных были купированы или улучшились эти симптомы, а медиана времени до прогрессирования составила 3 года, медиана выживаемости без прогрессирования 2 года. Поэтому нужно иметь в виду, что скоро появится такое дополнительное средство для купирования карциноидного синдрома при неэффективности аналогов соматостатина. Нужно будет добавлять к лечению Телатристат. Клинические рекомендации содержат рекомендации по применению таргетной терапии. Это СУТЕН, обращая внимание, что у него оригинальный режим, дозировка и режим применения 37,5 мг, ежедневно, постоянно, длительно, без перерыва, по сравнению с тем режимом, который применяется при раке почки, например. И ИВИРОЛИМУС в дозе 10 мг при всех локализациях НЕО. СУТЕН только для НЕО поджелудочной железы зарегистрирован, потому что так было проведено регистрационное исследование справа. Оно показано по одинаковому дизайну. Было исследование РОДИАН-3 для изучения ВИРОЛИМУСа при различных НЕО и исследование СУТЕНТом при НЕО поджелудочной железы. И установочные цели были достигнуты. Было получено улучшение выживаемости без прогрессирования при применении ИВИРОЛИМУСа и улучшение общей выживаемости при применении СУТЕНТа. Таким образом, они вошли в наши показания для лечения нейроэндокринных опухолей. Беоцезумаб не изучался в мультицентровых исследованиях, а имеется только несколько исследований, которые показали его довольно хорошую эффективность при присоединении к аналогам соматостатина или к химиотерапии. И поэтому в клинических рекомендациях РУСКО мы его указываем со звездочкой, что его назначение должно быть решено по решению врачебной комиссии. Изучение возможностей комбинированной терапии также было проведено по результатам различных исследований, поэтому мы рекомендуем комбинации препаратов таргетных между собой и таргетных вместе с химиотерапией. Они у нас обозначены в наших рекомендациях. Касательно химиотерапии НЕО, основным препаратом химиотерапевтическим в зарубежных рекомендациях, как было, остается стриптоза ТАЦИН, который у нас в стране не зарегистрирован, не поступает и никогда мы его не имели. В связи с этим мы изучили и продолжаем изучать аранозу, тоже сахаропроизводная нитроза мочевины, каким является также стриптоза ТАЦИН, но его не полный аналог. В экспериментальных исследованиях араноза показала большую эффективность по сравнению со стриптоза ТАЦИНом. И также другим препаратом является темозоламид, который показал эффективность при НЕО также в различных клинических исследованиях. Сравнительная эффективность различных режимов показана здесь. И я подчеркиваю, что режимы на основе аранозы показывают такую же эффективность для НЕО поджелудочной железы, как схемы со стриптоза ТАЦИНом, и такую же эффективность при НЕО, не панкреатических НЕО, как и схемы с темозоламидом. Исследование мультицентровой аранозы закончено. Документы переданы в Минздрав. Мы ждем решения Минздрава для разрешения аранозы по этому показанию. Режимы химиотерапии, которые сейчас рекомендуются нами для НЕО-Грейт-2, здесь представлены. Это в основном КСЕЛОКС, ТЭМОДАЛ с капицитабином или ТЭМКАП мы его называем, ТЭМС ГЛАМИЦ РИНОТЭКАНом, и метрономные режимы для определенной категории больных. Для НЕО-Грейт-3 режимы уже включают при неэффективности режимов КСЕЛОКС, ТЭМКАП, ФОЛФОКС, ФОЛКФИРИ, включают и модифицированный или оригинальный ГИМОКС, включают уже в некоторых ситуациях при неэффективности, я имею в виду в последующих линиях, режим с ЦИС и карбоплотином мы это указали, которые являются основными режимами уже для нейроэндокринных карцином. Это основные режимы ЦИС, плотинотопозит, карбоплотинотопозит или те же схемы с Иринотыканом, вторая линия это КАФ. И вот режимы, которые рекомендуются для мелкоклеточного рака, лёгкого, относящегося также к нейроэндокринным опухолям, это новый уже режим с отезолизумабом, который рекомендуется для первой линии терапии, и он показал лучшие результаты достоверно по сравнению с одной химиотерапией, поэтому по решению врачебных комиссий мы рекомендуем иногда эту схему для лечения мелкоклеточного рака, других локализаций, протекающего особенно агрессивно. И во второй линии, вторая, третья линия включает уже теперь для мелкоклеточного рака лёгкого ниволумаб и пембролизумаб. И те же препараты иммунотерапии плюс авилумаб входят в рекомендации для карцинома Меркеля, который относится к нео-редких локализаций и редких форм. Тоже высокоагрессивная опухоль, как и мелкоклеточный рак лёгкого, поэтому те же режимы включаются у нас в первую и вторую линию химиотерапии в наших рекомендациях. И для медулярного рака щитовидной железы остаётся также в первой линии лечения пирозинкиназный ингибитор, таргетный препарат вандатониб. Это то, что касается терапии редких форм нео. Таким образом, клинические рекомендации включают, я ещё раз подчёркиваю, аналоги соматостатина и эскалации дозы в случае неэффективности предыдущей или первоначальной дозы. Может быть сокращён интервал между введениями и замена оттеротида на ланреатид. И в случае непереносимости одного из препаратов может быть назначен другой. При неогрейт 1 и 2 во второй линии лечения после лечения аналогами соматостатина рекомендуется назначение комбинации таргетных препаратов, то есть сунетенибом и эверолимусом, плюс аналоги соматостатина. И сунетениб и эверолимус могут быть назначены в первой линии терапии при отсутствии рецепторов к соматостатину. Для неогрейт 3 применяются комбинации, не содержащие цисплотин и карбоплотин, а нейроэндокринные раки применяются комбинации, содержащие цисплотин и карбоплотин. И в этих случаях аналоги соматостатина используются только при экспрессии рецепторов или при наличии признаков карциноидного синдрома, что встречается крайне редко. Остановлюсь несколько минут еще на кратком изложении наиболее значимой информации на последних международных конгрессах. Вот это ИНЭЦ 2020 года, которая в марте в Барселоне онлайн проходила. Здесь очень много было сообщений о значении биомаркеров. Это, в частности, использование метода циркулирующей ДНК-транскриптом для диагностики, это в виде жидкостной биопсии, так называемой, для диагностики и контроля за симптомами. Это новые исследования, показывающие, что аналоги соматостатиной эффективны при НЭО больше 10%, КИ-67, что появилась новая, шприц для введения ланреотида, и может быть использован он в домашних условиях, и пациенты этим крайне довольны и удовлетворены бывают. И что вот то, что изменяется КИ-67, предполагает обязательные повторные исследования КИ-67. Кроме того, предлагаются новые критерии визуализации для оценки опухолевого ответа. Там с учетом более 10% суммы наибольших диаметров печеночных метастазов. Ну и много еще было исследований в отношении лютеции ДОТАТЭК, которые применяются для лечения НЭО все чаще и чаще за рубежом, с очень хорошим эффектом. Он зарегистрирован по показаниям НЭО, ГЭП, желудочно-кишечный тракт и панкреатический, однако, ГЭПНЕО, но однако он проявил уже свою эффективность для бронхопульмональных НЭО также, и продолжает исследоваться при детских опухолях, при опухолях головного мозга, при нейробластомах и феохромоцитомах. Он уже показал свою высокую эффективность. Нужно иметь в виду, что у 10% больных на первом этапе обследования для контроля болезни бывает ложноположительный результат. Это нужно иметь в виду. И что комбинация КАПТЕН вместе с лютецией не показала преимущества по эффективности, показала только большую токсичность. Биоморкеры в виде исследования генома, транскриптома, протеома, метаболома и фенотипа все больше и больше входят в клиническую практику при НЭО. И вот в том числе транскриптомные подтипы по НЭО выделяют три вида опухолей. Самый агрессивный метастазоподобный первичный подтип, промежуточный и инсулиномоподобный наиболее прогностически благоприятный. При этом нужно сказать, что статус метастазоподобного подтипа он предсказывает больше и имеется его прогностическое значение в отношении выживаемости, чем даже стадия болезни и чем наличие метастазоподобного процесса, его характеристики. Новые исследования в США и Канаде включили пазопани по сравнению с плацебо, показавшую высокую эффективность. Я надеюсь, что он скоро появится в рекомендациях. Ну и очень много проводится исследований по иммунотерапии и сочетания иммунотерапии с различными таргетными препаратами. Очень много таких исследований продолжается. Продолжаются исследования с новыми ингибиторами тирозинки НАСК. Из них кабозантениб в ближайшее время он в фазе 3 уже находится, я думаю, поступит уже с хорошими результатами. Я надеюсь, что он у нас будет включен в клинические рекомендации в ближайшее время по положительному окончанию вот этих исследований. И очень интересная сапонисертип, малая молекула двойной ингибитора МТОР изучается во второй фазе. Тоже интересные результаты, точно так же, как и окситениб. Он в рандомизированном исследовании по сравнению с плацебо. Предварительные результаты также положительные. Изучается очень много исследований, особенно в Китае проводится, по изучению ингибиторов контрольных точек иммунитета при высокодифференцированных НЕО. Они не показывают пока никаких хороших результатов. И поэтому я надеюсь, что, может быть, исследование при НЕО-грейд-3 будет более положительным. И, может быть, мы тогда что-то сможем получить. А до сих пор пока при нейроэндокринных карциномах они показывают результаты, вот как, например, Синтелемап, он показал результаты при НЕКах. Но пока при НЕО, пока хороших результатов нет со стороны этих препаратов. Совместная сессия ядерной медицины ИНЕЦ подчеркнула значение НЕД-теста для контроля при проведении лютотеры. И показала, что этот метод как терапия спасения также возможен. Точно так же и повторные циклы лютотеры, они также помогают. И очень много исследований проводятся лютотеры с таргетными препаратами. Ну и также продолжаются исследования еще ИТРИА-90-го и различные методы химиоэмболизации различными частицами также проводятся в НСИА в качестве рандомизированного исследования. Несколько слов про АСКО 2020 года, в котором сравнение одевантных режимов ЭПИ и Иринотыкан с платиновыми производными не продемонстрировали преимущество схемы с Иринотыканом. И сравнение различных режимов химиотерапии Неогрейт-3 уже было опубликовано и представлено в немецких онкологических центрах, которое показало, что наилучший результат на сегодня по общему эффекту эта схема ФОЛ-ФОЛ сдаёт и наилучший результат по выживаемости без прогрессирования схема ТЕМП-КАП оказывает. Сравнение схем химиотерапии с Исплатином 1968 больных ретроспективно и с карбоплотином наоборот, с карбоплотином 1968 и с цистплотином 632 больных не показало преимущество схемы с цистплотином. И вот очень интересное было исследование геномный и транскриптомный мутационный профиль гинекологических низкодифференцированных НЭКов карцином отличается от таковых при мелко-клеточном раке лёгкого. Высокая экспрессия гена ДжАП один, предсказывающий устойчивость к химиотерапии и низкую выживаемость чаще встречается при гинекологических карциномах. И ретроспективный анализ данных различных схем лечения крупноклеточного нейроэндокринного рака лёгкого показал, что использование иммунотерапии может улучшить выживаемость больных. Вот на этом был сделан акцент, и это также очень важно. Может, какие-то перспективы иммунотерапии для НЭН мы будем иметь. Для НЭН, для рака лёгкого мелкоклеточного мы, короче говоря, уже имеем. В заключении мне хочется сказать, что вряд ли стоит считать НЭО редкой болезнью. Такую сентенцию высказал один из экспертов американских Джеймс Джао на основании их эпидемиологических данных. А я могу сказать, что у нас заболеваемость по данным 2019 года составила 5,19 на 100 тысяч населения, а распространённость составила 17,54 случая на 100 тысяч населения. И по распространённости мы занимаем промежуточное место между сопоставимой данной с Чехией и с Швейцарией, что отражает высокую довольно заболеваемость НЭО в настоящий момент времени, поэтому и она растёт, всё больше и больше ставится диагноз НЭО или опухоли с наличием нейроэндокринной дифференцировки, что ставит НЭО в разряд как бы наибольшей значимости в последнее время при лечении всех злокачественных опухолей. В заключение я хотела бы поблагодарить за возможность выступить в нашей секции и большое спасибо, что эта секция посвящена памяти Михаила Лазаревича Гершановича, с которым мы много работали по совместным протоколам, много общались и моя добрая память о нём навсегда сохранится. Спасибо большое, благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.